Добрый день, дорогие друзья, и я продолжу конференцию. Давайте по традиции поздравим тех, кто двинулся вперёд по карьере. Начнём с Сильвермастеров. Как всегда, первый карьерный шаг. Сегодня первый шаг карьеры Сильвермастер сделали Светланам Милентьевой, Екатеринбург, Олег Русев, город не указал, Ольга Туровцева, Пермь, это всё российские партнёры, и лидер из Японии, Кохей Нода, из города Токио. Поздравляем от души и желаем двигаться вперёд на вторую ступень золотого мастера. Сегодня два партнёра из России, Розефа Вахитова, Дюртюли, Любовь Невкипилая, Кореновск, или, может быть, Кореновск, не знаю, как правильное ударение. И один партнёр из Чехии, из города Ямни, Душан Губац. Поздравляем вас от души, вы молодцы, поняли, как двигаться вперёд, ну и дальше нужно просто увеличивать скорость. Платиновый мастер – это середина раздела, уже всё серьёзно. Вот смотрите, два партнёра получают дополнительно от реакции за скорость. Это классно, это здорово. Значит, можно уверенно говорить о том, что они на такой же скорости залетят на следующую, последнюю ступеньку даймонд мастеров. Ну и я поздравляю сегодня Хироми Уе Мацу из Токио и Раса Пятых из Шауляй, а также Галину Свиридову из России, Ростов-на-Дону, и Майкла Рааба из города Иеглава. Это Чехия. Международная команда платиновых мастеров, и мы, конечно, им желаем успеха. Ну и даймонд мастера сегодня, в принципе, завершают. Так, у нас даймонд мастеров нет, я ошиблась. У нас нет мастеров, но зато есть сразу же сильвер-директор, и это радует. Татьяна Степанова из Санкт-Петербурга, и мы ее будем сегодня по-особенному поздравлять, потому что это здорово. Она одна у нас на этой ступеньке, и мы прочитаем и познакомим с нею вас по отзывам Марины Ситниковой из Москвы и ее верхнего спонсора Ирины Антоненковой. Итак, Марина Ситникова написала, «Бизнес-марафон Грепина подарил еще одно прекрасное событие – рождение нового сильвер-директора Татьяны Степановой, которая закрыла не только эту карьерную ступень, но и достигла КК-10. Мастер – это когда без лишнего звона день за днем, шаг за шагом идешь по своему пути, и для этого не нужны ни кнуты, ни пряники, ни морковка под носом. Это когда знаешь, для чего ты это делаешь, и не сомневаешься в конечном результате. Татьяна – это Татьяна, наш мастер. Я очень рада, что в моей команде наконец-то появился первый директор, и что эта ступень пройдена тем, кого я называю «едино-инакомыслящие». Всем сердцем радуюсь, поздравляю и знаю, что вместе мы дойдем до вершины, какой бы высокой она ни казалась. Татьяна Сильвер – директор. Это новое состояние тебя как лидера. Это показатель твоего участия в проекте, и это уже другой уровень ответственности, когда лидер окончательно выходит на арену активных действий и уже имеет влияние на жизнь компании. Поздравляю от всего сердца. Ну, а мы, конечно, присоединяемся все. И Ирина Антоненкова тоже прислала поздравления в адрес Татьяны Степановой. «Таточка, как же я рада, что в нашем полку директоров прибыла. Я очень рада нашему личному знакомству в Репино на марафоне Market Space. Ты мощная и уверенная, и в то же время имеющая принимать новое. Еще больше добавляется радости от того, что Татьяна – это мое второе поколение директоров. В режиме реального времени пишется история нашей команды. Ура! «Таточка, я желаю тебе женского счастья и испытывать как можно чаще радость от появления новых лидеров в твоей структуре, которые становятся частью твоей дружной большой команды». Ну, а меня поправляют, что она не Татьяна, а Татьяна. Ну, что же, мы, конечно же, поправим ошибку. И прекрасное имя Татьяна будет у нас и в презентации, и на блоге. Ну, вот такие поздравления. Это здорово. Татьяне пожелаем двигаться вперед в директорскую, в президентскую команду, подниматься по директорским ступеням активно. А мы переходим дальше к поздравлениям партнеров с достижением ККА-10. И вот смотрите, у меня сразу же слайдик с двухтысячными, с двухсотыми номерами. И я начну поздравлять. С номера 209, Люция Ахметьянова, город Уфа. У нее квалификация Голдмастер. И она тоже успела выполнить ККА-10. Маргарита Будникова, Симферополь, Россия, Платиновый мастер. Далее Галина Волошина, номер 211, Хабаровск, это Даймонд мастер. 212-я Алифтина Власова, партнер. 213-я Каори Ваи Аннаби, Нагаока, Япония, Сильвер мастер. 214-я Казуэ Шимазаки, Оджи, Япония, Сильвер мастер. 215-я партнер из Японии, из Токио, Юка Арай. 216-я тоже партнер из Японии, из города Токио, Платиновый мастер, Хироми Уемацу. 217-й Татьяна Степанова, Санкт-Петербург, Россия, Сильвер директор. 218-й Андрей Кряжов, Верхняя солдат, Россия. 219-й номер Лариса Веселкова, город Киров, Россия, Сильвер директор. 220-й Анна Чичикайло, Новополоцк, Беларусь, Сильвер мастер. 221-й Галина Долгинцева, Нягань, Россия, Золотой мастер. 224-й номер Альбина, Белявицер, Десногорск, Россия, Сильвер мастер. 223-й Йоши Фуми, Нгбанзи, город Кавасаки, Япония, партнер. 225-й Лариса Снежко, Краснодар, это Россия. 226-й Елена Гирь, Пермь, Сильвер президент. 227-й Елена Пушина, Ижевск, Даймонд мастер. И 228-й Елена Блажевич, Санкт-Петербург, Россия, Сильвер директор. Вот так победно на трех Еленах мы закончили сегодня шествование наших лидеров с КК-10, кто успел до понедельника это сделать. И мы их всех поздравляем от души, потому что они уже точно попали в третью сотню. Ну что ж, мои поздравления всем, и мы смотрим, что у нас происходило на этой неделе. Город Грозный. Отзыв нам прислала Сацита Бучаева. Вот и завершилось пребывание наших лидеров в Чеченской Республике. Проведено большое количество индивидуальных встреч, презентаций и школ. Мы отработали в Грозном, Молгобеке, Ведино, или Ведино, не знаю как. Как говорится, посеяли, дали многим людям информацию о нашем бизнесе и о возможностях создать фамильный капитал. Конечно, как всегда это бывает. Есть такие, кто не может поверить в реальность наших возможностей. И это понятно. Ведь нам никто и никогда ранее не предлагал стать совладельцем какого-либо мессенджера. В то же время многие люди серьезно заинтересовались нашим бизнесом и готовы действовать. Среди тех, кто услышал информацию, выделились очень интересные и позитивные люди. И сегодня они входят в нашу команду. Вчера оплачивали контракты, сегодня продолжаем активно работать. Мы хотим выразить большую благодарность Ольге Храмовой, Владимиру Березе за их труд, терпение, огромное желание помочь каждому партнеру, за желание изменить наше финансовое положение нашего народа. Чеченские партнеры благодарят администрацию нашей компании «Джемфонни» за те возможности, которые вы нам даете. Ну, а мы благодарим вас за активные действия, за вот такой теплый прием, который вы оказываете, за работу по построению команды и по продвижению информации о нашем любимом проекте «Джемфонни» и сегодня уже «Джемфонни» и «Маркетспейс». Ну и так держать, только вперед, наращивайте обороты, используйте все промоушены, и все у вас будет хорошо. Хорошо, давайте двигаться дальше. Расписание презентаций, как всегда, вы видите на страничке «Санкт-Петербург» 18 июля. Будет презентация «Маркетспейс» в Москве 16 июля. Опять же, расскажут вам и презентацию, и о возможностях бизнеса. И кругом вы видите удобные, красивые для вас деловые центры для того, чтобы пригласить своих гостей арендованные. Вы видите контактные телефоны для связи. В Краснодаре 20 июля пройдет конференция «Умные инвестиции» в цифровые технологии будущего. Есть куда отправить гостей, есть с кем работать, есть лидеры, есть возможности. И у вас есть ваши цели, которые являются самым большим сегодняшним стимулом для всех. Я уверена, потому что никто за нас с вами не может сделать наше будущее таким, каким мы сами желаем. Только вперед, всем успехов и до встречи на Бали. Условия промоушена вы знаете, он еще идет. У нас июль, еще впереди август целый. И скидки просто зашкаливают уже. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Вот на страничке мы начинаем уже с 1350. Рассказывать о лидерах – это почти половина уже накоплено стоимости поездок. И заканчиваются скидки с суммой 12 500 евро. Вообще в этом соревновании лидирует Япония, конечно же. И я знаю, что 13 партнеров уже оформляют свою поездку из японской группы. А те, кто хотят узнать их секрет и познакомиться с японскими лидерами, пожалуйста, вы можете еще передумать и не оставаться в октябре дома, а полететь вместе с нами на каникулы. Все в ваших руках. Будьте добры, двигаемся дальше. Заканчиваем, как всегда, благотворительным фондом. Знаете, скажу, что примерно по три сбора мы проводим за неделю. И вот сегодня, сейчас после конференции мы переведем трем партнерам, которые обращались в прошлую неделю, значительные суммы, и продолжим сборы. Потому что останавливаться в благотворительности никак нельзя, вы знаете, да? Потому что мы с вами живем, и кому-то рядом с нами плохо. Здравствуйте, дорогие партнеры, мне 78 лет, позвольте обратиться к вам за помощью. Я инвалид второй группы, сейчас у меня очень ухудшилось состояние здоровья, я нуждаюсь в лечении, но моя пенсия не позволяет это сделать. Я живу одна, а недавно умерла моя сестра. Я еле передвигаюсь по квартире, а три года назад хирург рекомендовал ампутировать две ноги. Диагноз гоноартроз. Но я смогла избежать операции, и сейчас мне необходимо в срочном порядке пройти лечение. Буду очень признательна и благодарна за любую помощь. Анна Говалевых. Ну, конечно же, это очень страшно остаться без ног, это невероятно трудно для одинокого человека, особенно в 78 лет. Поэтому, конечно, мы объявим сбор, и очень много, я уверена, неравнодушных людей есть у нас в команде. И еще одно обращение от Галины Буркиной. Уважаемая администрация и дорогие коллеги, у моего партнера Буркиной Галины скоропостижно скончался единственный сын, которому было всего 36 лет. Очень прошу оказать ей поддержку и материальную помощь, так как ей необходимо перевезти тело сына из Санкт-Петербурга домой, чтобы похоронить на родине. С уважением, Татьяна Гайдукова. Очень трудно, очень больно, когда дети умирают раньше родителей, поэтому остаться равнодушными нельзя. И вы знаете, когда я говорю о благотворительной деятельности, это не только грустные события, это еще и разумные. Радостные для нас объявления, потому что мы всегда приходим на помощь, потому что мы не позволяем человеку оказаться один на один бедой и даем ему шанс поверить в то, что жизнь продолжается, несмотря ни на какое страшное событие, потому что ничего не предсказуемо, но самое главное, надо жить и радоваться тому, что у вас есть каждый день возможность продолжать жить достойно. И друзья, которые рядом с вами окажутся в этой ситуации, я уверена, по вашему клубу, по вашей команде, и все партнеры компании, однозначно узнав про такую беду, придут на помощь Татьяне и, конечно же, достойно хоронить, помогут и перевести сына. И еще раз объясню тем людям, которые сегодня только начинают свои шаги в компании. В жизни так бывает, что наша с вами миссия, она заключается не только в том, чтобы помочь себе и своим близким. Чаще всего богатыми становятся те люди, которые занимаются благотворительностями тогда, когда они еще очень бедны. И именно потому, что они готовы делиться всем, что у них есть, постоянно, стабильно поддерживать знаниями, различными какими-то теплыми словами, оказывать поддержку финансовую в трудную ситуацию, пусть даже не очень значительную, но стабильно, тем людям, которые обращаются в благотворительный фонд, я заметила, что это очень часто влияет на судьбы людей, кто занимается много лет благотворительной помощью. Вы понимаете меня, о чем я говорю, потому что как только вы начинаете переводить какие-то средства и оказывать помощь, у вас на сердце всегда становится радостней. Как бы теплота от того, что вы сопричастность имеете и сострадание в душе, она увеличивает количество вашей энергии. И я вам желаю быть добрыми, отзывчивыми, всегда иметь чуточку сострадания к тем партнерам, которые обратились в фонд за помощью и быть фанатами нашего проекта, нашей компании и благотворительного фонда, который создали вы же партнеры. Он называется «Поможем всем миром». Всего доброго, я передаю слово Александру Бориславовичу Кочановскому для того, чтобы порадовать вас розыгрышем и прекрасной лотереей.